На первый взгляд мусор да мусор, он банки какие-то валяются, газеты, шарики полуздутые, а как приглядишься, уже искусство. Особенно если к стене приглядеться. Видите, вон ноги женские, грудь, голова. Почти все на этой выставке может показаться чем-то несерьезным и несуразным, но это лишь на первый взгляд. Картины Екатерины Козиной больше похожи на ворох цветных клякс. Но по словам самой художницы, здесь много общего с пятнами роршаха, которыми пользуются полицейские психологи. Каждый да увидит свое. Ваша очередь, доктор. Скажите мне, что видите? Приходит человек ко мне и рассказывает, что он здесь видит. Я сразу по нему определяю, этого человека, на каком уровне он находится. Поэтому я картины не называю цельноправленно, чтобы не задавать ассоциации людей. Я жду их реакции. И вот этот сбор обратной связи является частью этой же картины. Недалеко от абстрактных картин висят новые работы художницы, сделанные уже не кистями, а иголками с нитками. Например, вот эта картина изображает современную архитектуру, а вот эти – что-то мрачное или даже мокрое. В суммонках проявляется что-то более сочное. И здесь как раз это выражено, как из темноты выплывает нечто. То есть это такая интрига определенная. Безысходностью и тленом веет от мрачных работ фотографа Тараса Ругунова. Психиатрические лечебницы, тусклые краски, языческие костры, противогазы из «Сталкера» и обнаженные девушки. Если хочется показать именно вот такой тлен, одиночество, такую вот мрачность, то, в принципе, это, наверное, самое простое, что можно сделать – раздеть девочку и положить ее куда-нибудь, там, накинуть камни или еще что-нибудь. Обнажиться ночью в холодном лесу пришлось и Регине. Фотографию, на которой запечатлена девушка, Тарас сделал под впечатлением от клипа электронного музыканта «Карпентер Брюд». Он писал, хотел снять семью, ну, а я отказалась. И как-то потом подумала, понравилась его работа и решила, что все-таки надо. Не боялись, но был один минус, что было очень холодно, и мы только успевали греться со второй моделью. Выставка продлится около месяца. У читинцев достаточно времени, чтобы узнать, что такое стимпанк, зачем из шляпы вылетают бабочки и выловить из потока хаоса каждому свой смысл. Никита Гребенников, Константин Васильев, ЗАП-ТВ.